недавно я заседал на научном заседании до на котором обсуждались работы будущие работы магистрантов аспирантов и так далее и один ученый увенчанный сединой сказал для начала необходимо определить актуальность исследования будущих магистрантов и аспирант я спросил ну разве с введением новых требований доказательной медицины разве не все что существует на планете земля актуально ну например все знают что хроническая боль в пояснице с возрастом или от неправильных нагрузок до лечится лечебной физической культуры существует огромный пласт упражнений методов средств и как бы где-то тут актуальность да все знают эти методы пилатес шмитатос 5d и так далее и вот сегодня мне хотелось бы показать очередной к охрановский обзор до к охран выпустила обзор 28 сентября а этот фильм я записываю 28 сентября 2021 года и мне хотелось бы показать что из этого выходит когда лечебная физическая культура приходит на помощь людям у которых болит поясница времени у нас как всегда мало вперед-вперед знали критерий отбора мы включили р к и в которых оценивали лечебную физическую культуру по сравнению с отсутствием лечения обычным уходом плацебо или другими консервативными лечениями на исходы боли или функциональных ограничений для популяции взрослых участников с хронической не специфической болью в пояснице продолжительностью более 12 недель основные результаты мы включили 249 исследований лфк в том числе исследования проведенные в европе 122 исследования азии 38 исследований северной америки 33 исследования и на ближнем востоке 24 исследования 61 процент исследований 151 исследования изучали эффективность двух или более различных типов лечебной физической культуры а 57 процентов это 142 исследования сравнивали лечебную физическую культуру с лечением без физических упражнений средний возраст участников исследования составил сорок три семь года и в среднем 59 процентов исследуемой популяции составили женщины было сочтено что большинство исследований подвержены риску предвзятости в том числе 70 почти 80 процентов риску предвзятости из-за трудности с ослепляющими упражнениями то есть необходимо же ослепить сделать вот это плацебо эффект но 80 процентов не смогли это сделать и так выводы люди получавшие лечебную физическую культуру оценивали свою боль в среднем на 15 баллов лучше и свою инвалидность на 7 баллов лучше по шкале от 0 до 100 через три месяца после начала лечения по сравнению с людьми которые не получали лечение обычного ухода или плацебо упражнение вероятно более эффективны при боли это 35 исследований почти 3000 человек и вероятно немного более эффективны при инвалидности это 38 исследований почти 3000 человек чем отсутствие лечения обычная помощь или плацебо в течение всех периодов наблюдений наблюдаемый лечебный эффект упражнений по сравнению с отсутствием лечения обычным уходом или сравнениями с плацебо невелик для функциональных ограничений и не соответствует нашему пороговому значению для минимальной клинической важной разницы мы также обнаружили что упражнение уменьшают боль доказательства с низкой достоверностью и приводят к функциональным ограничением доказательства со средней степенью достоверности по сравнению с другими консервативными методами лечения однако эти эффекты были небольшими и не имели клинического значения при рассмотрении всех сравнений вместе анализ подгрупп показал что лечебная физическая культура вероятно более эффективна чем советы обучение или электротерапии но для внимания мануальной терапии различий не наблюдалось и так что мы с вами видим на 28 сентября 21 года лечебная физическая культура по стубальной шкале может через три месяца улучшить вашу боль снизить эту боль на 15 или 7 до 15 или 7 баллов уровень доказательств нижайший нижайший да и на вопрос актуально ли лечебная физическая культура при болях в пояснице и вообще исследование они не только актуальны они отсутствуют от слова совсем если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные темы все пока пока